И, естественно, если бы Господь Иисус Христос был человеком, Он был бы обязан соблюдать этот день. Хотя в этот день Он ничего плохого не делал. То есть Он только исцелял. И опять как исцелял? Опять у нас слово исцеление уже больше ассоциируется с экстрасенсом, который там какие-то магические действия совершает, и там что-то заклинание, и еще что-то там творит. Руками машет, подпрыгивает, ну то чего. То, что гораздо. Те делали, делают что-то. Пускай пустые движения, но это какая-то работа, какое-то действие. Господь только слово сказал, и человек исцелился. Господь только слово сказал, и грехи простились человеку, и он получил исцеление. То есть уже Он физически ничего не делал, Он словом сказал. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Мы забываем, самая главная сторона, то, что такие мысли приходят у нас тогда, когда мы забываем о том, что Спаситель есть Бог. Если мы его считаем человеком, то да, у вас возникнут сомнения. Почему же он субботу нарушал? Но это Бог, надо не забывать. Это Господь, Сын Божий, вторая непостась Святой Троицы. То есть сам Бог, шедший с небес. И как не в Божий день совершать такие дары, как исцеление, воскрешение и все прочее. То есть это день Божий, и Бог в него совершает, что считает нужным. И наше дело судить волю Божию. Но это мы забываем. И поэтому у нас тоже вместе с теми же самыми фарисеями возникает второе разное сомнение. Почему так все время субботу нарушал? Любил нарушать. Да потому что Он Господь Бог, который дал субботу человеку. Который заповедь дал, что этот день отдай Богу. И исцеление, кстати, кто получал в этот день, никто попал. А тот, кто этот день посвящал Богу. Если мы проанализируем Евангелие, что мы видим? Всегда мы слышим слова Господа. Иди, ты больше не греши. То есть, значит, человек покаялся. Или иди, вера твоя спасла тебя. Веруй, как веруешь. То есть, исцеление получали не все люди, а те, кто действительно веровал Господу. Те, кто перед Ним каялся. И поскольку фарисеи больше всего осуждают нарушение субботы, то есть Господь исцелял субботы, это говорит нам о том, что те люди, которые подходили к Нему в субботу, именно подходили как к Богу. Не как к человеку. Не как к какому-то магу. Не как к учителю или философу. А как к Богу. И потому они получали от Бога все, что хотели. Потому что блюли в день Божий, день субботний. Молились и каялись в этот день. И получали, что просили у Бога. Потому Господь и дает. Но злые люди, не желая признавать Господи и Иисусе Христе Бога, естественно, пытались подтасовать свои законы, кстати, Богом же данные, подтасовать так, чтобы обличить с помощью этих законов в нарушение этих же самых законов. Того, кто их дал. И если мы проанализируем свою жизнь, то мы не можем не увидеть, что вот это вот законничество, то есть использование закона, когда мне это выгодно, и умоление его, незамечание его, когда мне это невыгодно, постоянно князиться в наших душах. И пример начнем с того, что других мы в грехах осуждаем, обличаем. Правильно? Потому что не нарушаем закон. Закон Богом данный, закон совести, закон нравственности, закон морали, закон даже государства, общества. Нарушаем. И мы недовольны, мы их осуждаем, обвиняем, ругаем, говорим про них. Но в то же время сами ведь тоже грешим, тоже нарушаем законы данные Богом, законы совести, законы нравственности. Но у нас всегда есть оправдание. Правильно? На все наши грехи у нас всегда масса оправданий. Когда нам совсем нечем оправдаться, мы так говорим, что я не могу с собой ничего сделать, не могу справиться. С этим грехом. Вот сил на них хватает. И опять они говорят. Или же, ну это не такой большой грех, подумаешь, но это мелочь. А вот она грешна, а то да. Это уж да, серьезно. И как такое можно вообще сделать? И как она вообще смогла и тампону? И как у нее язык вообще повернулся такое сказать? Хотя я еще хуже могу сказать. И ничего страшного, это мелочь. То есть вот здесь уже в нас с вами сидит то же самое законничество. То есть закон нравственности, совести, Богом данных. Мы, когда нам выгодно, его берем к себе. Вот так и так положено, нельзя. И так далее. Когда нам не выгодно, ну подумаешь, что это очень страшно. Ну тут в силу разных обстоятельств можно немножко так и отойти. Значит, вот то самое лицемерие, которое было у фарисеев, у фарисеев есть и у нас. Закон, когда нам он выгоден, мы его привлекаем к себе, даже раздуваем его больше, чем надо. Когда он нам не выгоден, ну вот так сжимаем. И еще момент в этом можно усмотреть один. Очень часто мы в отношении к другим бываем более строги, более требовательны, чем это надлежало бы быть. Сколько мы знаем случаев, когда человек хотел сделать хорошо, получилось плохо. Хотел сделать как лучше, а получилось совсем непредвиденное. И мы его ругаем, осуждаем, зачем ты это сделал, кто тебя просил, зачем ты это творил. Но мы же не понимаем, что да, он хотел так лучше. Понимаем это. И вот это вот стремление к лучшему мы не учитываем, мы его как бы не видим. И видеть никаким. Мы видим вот то плохое, что получилось из его хороших побуждений. И вот это плохое, мы убили, осуждаем, критикуем, ругаем, козни строим соответствующие, мстить пытаемся. Ну, каждый по-своему все в этой жизни. Значит, мы во всем подобны этим самым фарисеям, которые пытались с помощью закона и Бога обвинить. Хотя Бог делал исключительно добро, исключительно дела Божии он делал, потому что он Бог. Вот это в жизни нашей постоянно встречается, постоянно имеет место. Значит, мы с вами тоже подобны этим людям, которые пытались судить Бога с помощью закона. Хотя Бог никому никогда ничего плохого не сделал. И то пытались. А если человек, любой человек он несовершенен, и не такие уж все плохие, каждый хочет, бывает в жизни, что человек хочет лучше, хочет что-то хорошего, но ничего тут не рассчитал, что-то не учел. Ну, нельзя все охватить. Получилось плохо, или реакция у людей не та, какой он ожидал. Вместо хорошего плохая пошла. Все. И мы его критикуем, мы его судим, мы его осуждаем. А правильно ли мы поступаем? Совершенно неправильно. Потому что здесь мы тоже являемся законниками. То есть не теми, кто блюдет закон. А теми, кто блюдет букву закона, внешний вид закона, причем по отношению к другим, а не к себе. Не положено, ты не делай. Ну, мне можно, конечно. Потому что у меня более такие есть причины. Это законничество называется. И это у нас всегда сидит. И еще один момент анализа и аналогии с нашей жизнью, современной, то есть той исторической действительности и нашей современности. Все, что от дьявола люди приемлют с радостью, то, что от людей люди тоже приемлют с радостью, то, что от Бога всегда воспринимается в штыки. И, опять же, сам Бог на земле, сам Бог чудеса являет, и люди его не приемлют. Ни его самого, ни его слова, ни его действия сопротивляются с невозможной силой. Мало того, пытаются обвинить его в нарушении им же данных законов. То есть противиться Богу на всех уровнях. И как только что-то от дьявола с радостью все кидаются. Примеры приводить необязательно. Мы и так хорошо знаем, как, с каким трудом мы идем тяжело в храм. Нам все время что-то мешает, что-то нас не пускает, что-то нам мешает молиться, что-то нам мешает покаяться, постоянно нам мешает что-то. Любое доброе дело сделать очень трудно. Правильно? И часто бывает так, что хочешь делать добро, получается зло. В то же время любые другие дела, которые не относятся к улучшению нашей души, они легче получаются. Любые другие дела, которые относятся к грехам, они вообще хорошо получаются. Надо только начать. Любой грех хорошо идет. Любой грех. Теперь такой момент. С каким трудом мы идем в храм, с каким трудом мы идем в церковь. Но как легко мы все поклонились тому же Кашпировскому и другим, ему подобным. По сей день никак не можем на эту отвязаться. даже взять на политическом уровне, с каким трудом все идут противиться объединению государства, но так легко взяли и раскололи. На всех уровнях, на каких не взять, будь то духовный, будь то просто житейский, будь то политический, будь то экономический, любой. Все, что как-то к хорошему, все нам с трудом дается. Все, что к злу, к греху, всегда легко дается. И что самое интересное, что самое интересное, все, что от дьявола, всегда почему-то приемлется с радостью. И Господь говорил, всем людям говорил, если бы я был от людей и говорил то, что людям нравится, или бы любили меня и радовались, но поскольку я пришел от Бога и говорю о небесном, то меня ненавидят. Если бы я был от мира, то мир бы возлюбил меня, а поскольку я от Бога и говорю о божественном, то мир меня ненавидит. Так оно по сей день и идет. Тогда его пытались обвинить во всех грехах, возможных и невозможных. И по сей день это продолжается. По сей день. И мы с вами тоже причастны к этому. Очень легко мы отдаемся плохому с легкостью, с какой-то наивной верой, что это нам что-то принесет, отчеты исцелит, отчеты спасет, что-то даст. И с каким трудом мы идем к хорошему? С каким трудом? Почему? И это опять же объяснимо, потому что дьявол постоянно противится. Но дьявол есть дьявол. Но вот мы о чем думаем? Ведь у нас у всех есть головы, у нас у всех есть умы, у нас у всех есть совесть, которая нам всегда подсказывает, что хорошо, что плохо. если нас можно обмануть умом, по уму, то по совести нас не обманешь никогда. По совести мы обманываем тогда и только тогда, когда мы это сами хотим, когда мы сами обманываем себя и свой ум, и свою душу, и свою совесть. Но опять же в глубине души понимает и знает это. Поэтому обмануть человека, выдать плохое за хорошее невозможно. возможно тогда и только когда ему это нравится, когда он этого хочет. И хватается за любую зацепку, чтобы поверить в это. То есть когда он сам просит обман. Когда к нам приходит обман, когда мы находимся в самообольщении, это очень выгодное для врага человечества, то есть для дьявола очень выгодное состояние человеческого ума и человеческого души, человеческого сердца. Почему? Когда мы понимаем, что я ничего не знаю, что я мало чего знаю, что я плохо во всем разбираюсь, я тогда буду ориентироваться по слову Божию, по слову церкви. И когда вдруг я считаю, что я умный, меня тут не учить, я все знаю, я такой умный, я во всем разбираюсь, вот тут-то меня легче всего обмануть, провести, обвести вокруг пальца, выдать плохое за хорошее. Так вот, в плохое мы лезем, потому что нам это нравится, потому что нам нравится самих себя обольщать, взирать на свои способности, на свои возможности, на свои таланты, на все остальное. И начиная с малого греха, мы таким образом говорим уже о великой грехе, о великом количестве, и себя мешаем благодати Божией, мешаем себя спасением. Для того пришел Господь, для того Он нам сколько чудес явил, чтобы прозрели мы от этого самобольщения, чтобы открыли свои духовные глаза и пошли по пути спасения. Аминь. Глава и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о том, как Господу подошли 10 прокаженных, а как мы знаем проказа болезнь очень страшная, очень тяжелая, особенно на юге, особенно там, где жили евреи, особенно у них. И поэтому этих людей, для того, чтобы они не заражали других, их выгоняли из городов, сел, деревень, и они жили за пределами любых поселений и питались тем, кто им или что-либо принесет, или теми отходами, которые люди выбрасывали за черту своего поселения. И когда Господь шел, они подбежали к нему и просили с расстояния плечом, то есть понимая, что нельзя приближаться к здоровому людям, просили Иисусе наставниче, помилуй нас, и Господь их помиловал. Причем мы знаем из Евангелия много случаев, когда Господь сразу исцелял, когда Господь говорил, что встань, возьми отр твой и ходи, когда просто встань, когда человек просто прозревал, когда просто исцелялся, когда воскресал по одному слову, а здесь Бог говорит, идите и покажитесь священникам. И они пошли. Ну, может у нас возникнуть опять недоверие. Почему Господь так сказал? Всех раньше исцелял сразу одним словом, а или идите к священникам. Да потому что, во-первых, Господь лучше нас знает, кто есть кто и кому что надо. И степень веры каждого из нас. Потому что любое заболевание, чтобы в любом заболевании, чтобы получить исцеление от Бога, это обязательно нужно раскаяние. Без раскаяния никакого исцеления не будет. И мы постоянно слышим, иди, вера твоя спасла тебя, иди и больше не греши. То есть это последствия покаяния. Вот Господь знает степень покаяния.